Так, ну а теперь вот давайте поговорим о Моисе и его так называемых рогах. Возможно, многие из вас действительно видели какие-то изображения, где пророк Моисей представлен с рогами на голове, ну или с какими-то там рожками. Это, конечно же, вызывает вопросы и недоумения. Нужно сказать, что у историков, искусствоведов и исследователей Библии существует несколько объяснений по поводу того, почему Моисей на некоторых картинах и скульптурах изображен с рогами. Ярким примером такого изображения является знаменитое творение Микеланджело, находящееся в Сикстинской капелле. Вот сейчас оно перед вами на экране. Ну, а также и некоторые другие изображения. Ну, вот это некое иллюстративное изображение, скорее всего, даже это мозаика. И вот еще одна скульптура. Это скульптура Моисея в центре Рима на площади Испании. Я не знаю, как вам, но у меня, например, это вызывает отрасль. Мне очень сложно представить великого славного пророка в таком виде, да еще с какими-то тут вырослыми. Так что же могло подвинуть художников изобразить пророка Моисея в подобном виде? Считается, что в качестве первоисточника сюжетов о пророке Моисея авторы подобных изображений использовали латинский перевод Библии из иврита, то есть вульгату. Некоторые ученые считают, что так называемые рога появились у Моисея из-за неточности перевода Библии. О чем именно идет речь? А речь идет о том моменте, когда Моисей спустился с горы после общения с Богом, о чем мы с вами говорили на нашем прошлом занятии. И в тексте мы с вами прочли. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руках у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. «И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лице его сияет, и боялись подойти к нему». То есть от лица Моисея исходило некое сияние, которое было результатом приближения его к Богу. Но какое отношение это сияние вообще имеет к рогам? Дело в том, что когда Библию переводили на латинский язык, то в описании вот именно этого момента, то есть когда Моисей спускался с горы после общения с Богом, в латинском переводе написано, «Моисей не знал, что лицо его стало рогатым от того, что Бог говорил с ним». Но так написано в латинской Библии, ничем не могу помочь. И, конечно же, это вызывает у нас явное, полное недоумение. Казалось бы, откуда, в принципе, вот в этом тексте могло возникнуть упоминание о каких-то рогах. Но объяснение этому есть. Дело в том, что в древнееврейском варианте Библии, из которого делался латинский перевод, при описании лица Моисея употреблялось некое слово, которое по еврейской, то есть семитической традиции, было написано без гласных букв и состояло из трех согласных. Но мы знаем, да, что если кто знает еврейский язык, на письме он гласные буквы не содержит, только согласные. И вот это слово можно было прочитать либо как керен и перевести его как рок или луч, либо прочитать его как корен в настоящем времени или коран в прошедшем времени и перевести его как сиял, светился, излучал. То есть смысл слова меняется от того, какие гласные буквы, да, будут стоять между этими согласными. Согласными, которые совершенно одинаковы как в слове рок, так и в слове излучатель. Ну, не знаю, как доступный пример, вот можно привести, ну, скажем, два наших слова, да, мяч и меч. Вот в двух этих словах совершенно одинаковые согласные, то есть М и Ч. Да, и в зависимости от того, какую гласку мы поставим, смысл слова совершенно меняется. Поставили я, будет мяч. Поставили е, будет мяч. В одном случае это предмет игры, в другом случае это уже холодное оружие. Как это можно перепутать, я, честно говоря, не понимаю. Но, во всяком случае, то же самое вот произошло и здесь. И считается, что именно эта неправильная трактовка и была причиной последующего восприятия Моисея как носителя рогов. Но, вообще, если честно, то еще большее недоумение при этом вызывает, ну, например, то, что переводчиком был не какой-то там, скажем, человек со стороны, да, а никто иной, как блаженный и раним Стридонский. Почему он перевел данное слово как рог, а даже не как луч, хотя можно было и как луч перевести, совершенно непонятно. Комментировать мы это не будем, потому что все-таки человек, как говорится, во святых почивает. Будем считать, что иносторуху бывает пророг. При этом нужно сказать, что как раз в греческом переводе Библии, то есть в Септуагензии, был выбран как раз вариант излучать свет. Ну, возможно, это было вот в каком-то таком виде. Также и в русском синодальном переводе Моисей не рогатый, а лучезарный. Ибо, как мы прочли в тексте, лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Ну, а поскольку здесь употребляется конкретное слово лучи, то художники на основании этого вполне могли изобразить Моисея, ну, в общем-то, и вот в таком виде. И таким вот образом от неточного перевода данного текста Библии у Моисея на голове в изображении некоторых художников появились не лучи, а рога. Что же касается скульптурных изображений, то некоторые скульптуры, в отличие от Микеланджела, изображали Моисея все-таки не с рогами, а именно с лучами. Хотя они также принадлежали к западной церкви и, скорее всего, читали именно латийский вариант Библии. Это, например, некоторые скульптуры в городе Брюге в Библии. Ну, вот одна из них перед вами на экране. Здесь, конечно, образ Моисея уже более благородный. Вот, и на его голове однозначно не рога, а лучи. В общем-то, хоть и довольно схематичные. А эта статуя Моисея находится на фасаде какого-то дома. Это также в городе Брюге в Библии. И, как видим, лучи обозначены здесь еще более ясно. Ну, а эта скульптура Моисея уже в Швейцарии, в городе Берлии. Находится она возле знаменитых фонтанов. Автором данной фигуры Моисея является скульптор Николаус Шпорер. Это так для нашего общего, скажем, кругозора, да? А что касается лучей, то тут уже, конечно, нет никаких сомнений, что вот это, ну, явно лучи, а не рога. То есть, один аспект появления рогов на голове Моисея в произведениях художников мы с вами выяснили. Это неточный перевод библейского текста на латинский язык. Другой причиной изображения этих рогов у пророка может служить вот как раз то самое переносное значение слова «рок», о котором мы говорили в начале нашей беседы, а именно «рок» в значении силы, мощи, славы и так далее. Учитывая это, можно предположить, что художники, изобразившие Моисея с рогами, возможно, хотели, ну, наверное, показать, что после общения с Богом пророк был наделен какой-то там, возможно, силой, духовной мощью, ну, что, собственно, и символизировали рога, как мы с вами сегодня сказали. Хотя, когда современные люди видят какие-то изображения с рогами, то у них вряд ли возникает ассоциация с какой-то там слабой силой и мощью. Как правило, когда мы видим существо с рогами на голове, кроме животных, конечно, то у нас, ну, мне кажется, возникают какие-то другие ассоциации. Если, скажем, говорить о духовной подопреке, да? Какие, например, у нас ассоциации возникают? Человек с рогами. Понятно, да, что? Беса. Понятно, правильно. Правильно. Такой атрибут, как рога, у нас ассоциируется с нечистой силой, потому что как в иконографии, так и вообще в каких-то других изображениях нечистая сила, то есть дьявол и всевозможные бесы, как правило, изображаются именно с рогами. Ну, отсюда вот и такое наше, скажем, настороженное восприятие всего того, что относится к врагам. Но нужно сказать, что изначальным, то есть библейским образом дьявола было не какое-то рогатое существо, а никто иной, как змей. Потому что, как мы знаем, именно в образе змея дьявол проник в Эдемский сад, где и соблазнил Адама и Еву. А в виде рогатого существа дьявол появляется на фресках и в иконографии уже где-то в период позднего Средневековья. Что же касается Моисея, то вряд ли можно предположить, что авторы, изображающие данного пророка с рогами или там с рожками, хотели, ну, скажем так, приписать Моисею какую-то демоническую силу. Ну, конечно же, нет. Но есть еще один небольшой момент, который может внести некоторое пояснение по поводу того, точнее, по поводу так называемого ношения рогов на голове, и в частности, рогов на голове Моисея. Считается, что викинги носили шлемы с рогами. Но некоторые источники утверждают, что так называемые рогатые шлемы были принадлежностью не простых воинов у викингов, а у их жрецов. И если мы посмотрим на это изображение Моисея, то создается впечатление, что на его голове не просто рога, а именно какой-то именно головной убор с рогами, похожий как раз на шлем. Причем рога, как видим, повторяют как раз форму рогов у тех шлемов, которые мы только что видели, то есть у шлемов викингов. Мы, конечно, понимаем, что Моисей не был никаким викингом, но вполне возможно, что данный художник, а точнее резчик по дереву, хотел запечатлеть Моисея именно как жреца. И нужно сказать, что вот это как раз имеет свои корни. Дело в том, что в определенный период времени появилось некое языческое направление или течение адепты, которые были склонны видеть в Моисея именно жреца, наблюдая в нем неюженный ум и какие-то там, ну, чуть ли не сверхъестественные способности. При этом они знали, что он окончил Иллиопольский университет, где изучению жреческой премудрости уделялось очень большое внимание. Когда в прошлом году мы с вами рассматривали тему образования Моисея, то в частности говорили и о том, что на территории этого университета возвышался великий храм Солнца, то есть храм, посвященный главному божеству Египта, а именно богу Ра. Из храма, если мы помним, выходили коридоры, которые непосредственно вели в аудитории для студентов. И нужно сказать, что очень многие дисциплины здесь преподавались именно жрецами. И вот в первом веке нашей эры, то есть по Рождестве Христове, афинский поэт, исторический философ, историк и филолог Херемон Александрийский утверждал, что Моисей был жрецом и имел второе жреческое имя Тисифет. Сам же Херемон был жрецом в Александрии. Египетский жрец Манифон, живший при Аптоломии Филательфе в третьем веке до Рождества Христова, также утверждал, что Моисей был жрецом, а именно жрецом бога Азириса и имел жреческое имя Озарсин. Но, как говорится, свой сварька хочет увидеть издалека. Но мы прекрасно понимаем, что все это, конечно, не про Моисея, потому что никакого отношения к жрецеству великий пророк Божий не имел и иметь не мог. И тем не менее, поскольку подобные тенденции имели место быть, то вполне возможно, что данная тематика находила свое отражение вот в подобных изображениях. Сегодня мы с вами, не планируя того, провели занятие по довольно интересной, я думаю, важной теме, особенно что касается употребления слова «рок» в священном писании. Тем более, эта тема все равно, скажем так, вмещается в рамки Ветхого Завета, который мы с вами, собственно, и изучаем. И я надеюсь, что белых пятен на этом полотне у нас с вами с Божьей помощью становится все меньше и меньше. На сегодня все. На следующем занятии мы будем говорить о построении скиний израильтян в пустыне, ну а также об их свещественной и священнической одежде. Всех благодарю за это. Достойно я, если кого есть, уважайте Богородицу, пресноблаженную свою непорочную Матерь Бога нашего, честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения серафин, и заселение Бога, Слово Роджио, сущую Бога Роджио, сущую Бога Роджио, я величайно. Спасибо. 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 Спасибо.